Январь 2017-го. Американские СМИ сообщают сенсацию. Элита армии США, спецназовцы ВМС, морские котики глумились над убитыми талибами. Самое безобидное – помочиться на труп. В остальном же зверство ради трофеев, черепов и костей. Вы видите сами – это за гранью жестокости. Свидетели утверждают, бойцы подразделения группа 6 не только срезали кожу из скальпы боевиков, но и разрубали тела индейскими томогавками. Есть некоторые сумасшедшие, хотят использовать военные топорики и тому подобное. Репутации морских котиков нанесен удар? Как бы не так. Скандал за Мэри, как и с десантниками из Тайгерфорс. Те во Вьетнамскую войну коллекционировали скальпы коммунистов-партизан. И тогда, и сейчас были наказаны единицы, и больше для галочки, чтобы успокоить прессу. Почему руководство Америки простило вояк-садистов? И кто они для президента Трампа? Оступившаяся элита или верные бойцы, готовые уничтожать всех врагов, вплоть до недоброжелателей в ЦРУ и Пентагоне? Элита во всех армиях есть, противника нельзя недооценивать. Нельзя категорически. Потому что недооценка противника ведет к потерям с нашей стороны. Корпус морской пехоты, основа вооруженных сил Америки, наступательное десантное соединение, а спецназ ВМС – одно из престижнейших армейских спецподразделений мира. Этим бойцам поручают тяжелейшие задания. Освободить заложников теплохода Акилле Лауро, свергнуть ливийского диктатора Каддафи или ликвидировать террориста номер один Усаму Бен Ладена. Кажется, для этих парней нет невыполнимых задач. Это национальные герои. Примеры для подражания после ухода в запас, а не на расхват во всех госструктурах США. В Америке главный элит, который, значит, пропагандирует Голливудом, это морская пехота. Это твердолобый патриот своей страны и готов в любой момент отразить любое, значит, нападение, в том числе и инопланетян. Впрочем, после уничтожения лидера Аль-Каиды морские котики будто бы залегли на дно. Об их победах, как и об успехах рядовых соединений морпехов, практически не пишут. Хотя бойцы присутствуют в Афганистане, Йемене, Ираке, Сирии. Больше внимания прессы получил американский морпех, россиянин Виталий Холодов. Он стал лучшим инструктором ВМС США. Есть данные, что именно Виталий готовил сотни новобранцев, которые в дальнейшем служили в Сирии, а некоторые из них могут стать личной охраной президента Трампа. То есть русский инструктор готовит охрану для американского президента. Ситуация просто беспрецедентная. Пойти в морпехи стало моим лучшим решением. Я хотел быть здесь и передать свой опыт новым поколениям морпехов. Почему же в той же Сирии американский спецназ базировался в самом тылу игиловцев, но не пытался уничтожить террористов? Кто шел в атаку вместо морских котиков? И был ли вообще бой? Они сами это воевать, во-первых, не любят, надо чужими руками. А во-вторых, те наемники, которые воюют там, ну мы знаем, какие саудиты, вояки. В то же время американские журналисты, ссылаясь на свои источники, заявляют. Россия перебросила в Сирию воздушно-десантные войска. Но где железные доказательства? Отчасти беспокойство западных партнеров можно понять. Столкновение морпехов США и элиты российской армии в ВДВ приведет к непоправимым последствиям. Такая ситуация уже была в конце 90-х в Югославии. И тогда конфликта удалось избежать. А теперь противостояние возможно не только в Сирии, но и в Крыму. С украинской стороны американцы готовы подтянуть свои корабли к полуострову. Кто выйдет победителем, если лучшие из лучших все-таки сойдутся на поле брани? Вооруженные силы США, по их стратегии, у них роль ВДВ выполняет, конечно, морская пехота. Российские ВДВ – универсальные солдаты. За плечами этих ребят война в Афганистане. Локальные конфликты в Азербайджане, Грузии, Приднестровье, Югославии, Южной Осетии, миротворческая операция в Крыму. У них дальняя возможность об этом где-то что-то вовремя сказать. Но все получилось вежливо, в конкретные сроки все хорошо. Новые факты триумфальной операции в Крыму. Да, тогда обошлось без жертв. Но без столкновений не обошлось. Причем по суровым десантным законам. Где место не только храбрости и профессионализму, но и уважению к противнику. Кто из военнослужащих украинской армии вышел на кулачные бои с нашими десантниками? И какие требования они выдвинули вежливым людям? Минист обороны разрешил, его критиковали, разрешил им выйти, не опозорившись, как бы, да, со знаменами и с оружием. В чем отличие в подготовке морпехов США и российских десантников? Как американские инструкторы издеваются над кандидатами в морские пехотинцы? И какую реальную цель преследуют новобранцы американских ВМС? Когда боец определяет систему действия, своих действий на поле боя по прескуранту, его можно вычеркивать. Военнослужащих США готовили к войне с русскими и их же оружием. Впервые на отечественном телевидении откровение бывшего американского спецназовца, которого учили убивать из наших автоматов. Нас учили пользоваться различным советским оружием — гранатометами, АК-74 и тому подобное. Мы должны были уметь им владеть, в случае, если бы во время боя оно оказалось у нас в руках. Морские котики появились в СССР раньше, чем в США? Только в нашей программе. Рассказ о советских саперах-водолазах, чей уникальный опыт переняли наши ВДВ. Что использовали бойцы вместо акваланга и какой опасности себя подвергали. Я пошел под воду, ну, очень легко и хорошо. И через какое-то время смотрю передо мной, солнышко прямо в глаза светит. Я думаю, как же это могло получиться? А оказывается, я получил отравление углекислотой. Уникальные факты спецопераций российских десантников. Новые подробности подвига 9-й роты в Афганистане. Малоизвестные героические поступки десантников на боевых полях. А также рассказ о противостоянии на востоке Европы, которая едва не закончилась Третьей мировой войной. 18 ноября 2017 года. США. Ленгли, штат Виргиния. Над городом кружат военные вертолеты. Местные не придают этому значения. Здесь находится штаб-квартира ЦРУ, и вертушками никого не удивишь. Если бы не одно «но». Позже бывший осведомитель ФБР, журналист Хал Тернер, сообщил, что в город прилетал спецназ ВМС. Он пытался окружить знаменитое здание разведки. Учение? Вполне возможно. Но в интернет просочилась информация, что морские котики выступили против отдельных руководителей ЦРУ, которые имели зуб на президента Дональда Трампа. Условный штурм вызвал у обычных американцев восторг. Трамп показал характер. Визит морских котиков в ЦРУ, где отдельные начальники прочат руководителю США импичмент, за якобы нечестную избирательную кампанию и связь с русскими. Остудил пыл недоброжелателей. Пусть это будет правдой. Пусть люди, подрывающие доверие к президенту, окажутся за решеткой. Конфликт между Трампом и американской разведкой возник после выборов. Причиной разногласий стали не только пресловутые русские хакеры, но и сирийский вопрос. Поговаривают, что в ЦРУ ряд высокопоставленных чиновников предлагает, как и при Бараке Обаме, поставлять оружие умеренной оппозиции Сирии, тогда как новый президент дал четко понять, хватит помогать. Это те же боевики и гил. Сегодняшние войны идут для нас дольше обычного. Мы не использовали реальные силы, которые у нас есть. Мы были сдержаны. Мы должны избавиться от ИГИЛ. У нас нет выбора. Во время избирательной кампании рейтинг Трампа среди военных был выше, чем у основного конкурента – Хилари Клинтон. Эксцентричный миллиардер обещал вернуть вооруженным силам США былую мощь и славу. Американские вояки доверились республиканцу, и их можно понять. 15 лет армия Соединенных Штатов боролась с международным терроризмом и диктаторскими режимами, но не знала побед. Лишь теряла военнослужащих в Афганистане, Ираке, Сирии. Убедить простых американцев, в первую очередь, что мы враги, чтобы они больше не выбирали Трампа. Как железный пояс США. А думали о том, как защититься от русской... Не думали о своей работе, о своей ухудшающейся жизни в США. Что есть факт. Для белого человека США жизнь сильно ухудшилась. Поэтому они проголосовали за Трампа. А думали о том, как строить бомбоубежище и защититься от русской угрозы. По мнению отдельных политологов, при Буше и Обаме внешнюю политику в Америке определяла ЦРУ. А президенты были лишь марионетками, которые молча соглашались с разведкой. У Трампа свое мнение, и оно не нравится разведчикам. Президент США боится заговора, вплоть до того, что исключил из секретной службы США сотрудников, которые когда-то работали в ЦРУ. И поставил руководить президентской охраной бывшего морпеха, генерала в отставке Рэндольфа Алиса. Тот привел с собой морских котиков. Трамп доверяет этим ребятам. Еще до президентства тюлени охраняли республиканца. Посмотрите, как работают эти парни. Трамп настоял, чтобы его кортеж не подъезжал ко входу в здание, где должно было пройти мероприятие республиканцев. Будущий президент предпочитает легкую прогулку. И бравые бойцы поддерживают шефа, обеспечивая безопасность. Они решили идти пешком? Вот это да! Ничего подобного не видела. Им придется пройти приличный путь. Не могу поверить. Но не только морские котики могли пополнить охрану Трампа. Были сообщения, что администрация американского президента готова заключить договор с одной из российских частных военных компаний на обеспечении безопасности первого лица США. Поговаривали, что в охрану рассматривали бывших спецназовцев из России. Не исключено, что это дезинформация от противников Трампа, чтобы в очередной раз поговорить о русском следе. Трамп тот еще актер и сегодня готов брать в охрану русских десантников, а завтра бросить против них морпехов в Крым. Что замышляет США и НАТО рядом с Крымским полуостровом? Для чего в 150 километрах от Севастополя украинцы позволили построить оперативный центр Североатлантического альянса? Февраль 2017-го. США выбрали лучшего сержанта-инструктора ВМС США. К удивлению американцев, первым среди морпехов стал россиянин. 34-летний Виталий Холодов. В это трудно поверить, но обычный русский парень-эмигрант обошел всех. Я слышал, что морпехи лучшие, поэтому я и пришел сюда служить. Знал, что будет много проблем, но изнутри все иначе выглядит. Виталий профи. Но американские СМИ обращают внимание не только на это. Оказывается, на фоне остальных инструкторов Холодов выделяется скромностью и особым отношением к подопечным. Нельзя выделить только меня и сказать, что я чем-то лучше других военных на Пэрис-Айленде. У нас много инструкторов, все работают на благо вооруженных сил. Южная Каролина. Учебная часть морской пехоты Пэрис-Айленде. Вы видите, как новобранцы сдают зачеты. Обратите внимание на Холодова. В отличие от других наставников, которые погоняют рекрутов бранью и криками, что, кстати, принято у морпехов США, россиянин спокоен. Четкие команды. Понимание проблем бойца. К этой работе нужно относиться серьезно, по-зрелому. Уметь брать ответственность на себя, быть увлеченным любимым делом. Ну а если ты увлечен, то будешь успешным. Это он сейчас лучший из лучших. А в конце 90-х российский эмигрант. Тогда вместе с мамой они переехали с Санкт-Петербурга в Штаты. Виталию исполнилось 16, и он задумался о профессии. Выбор пал на армию. Долго выбирать подразделение не пришлось. Только элита. Морская пехота. Корпус у морпехов присоединился в 2004-м. Прежде был механиком, обслуживал вертолеты. А в 2014-м сдал экзамен на инструктора. На сегодня он обучил более 500 морпехов. Пойти в морскую пехоту стало моим лучшим решением в жизни. Я хотел передавать опыт новому поколению морпехов. Поэтому и стал сержантом. Многие его ученики и их родители с восторгом встретили новость о победе Виталия в конкурсе инструкторов. Появились благодарности в интернете. Да, он замечательный морпех. Тот, на кого хочется равняться. Спасибо, что сделали моего сына морпехом. Спасибо вам за службу. Я бы не хотел перейти ему дорогу. Самого Виталия в соцсетях не найти. А вот его жену Аманду, которая родила россиянину трех детей, можно встретить на просторах глобальной паутины. Впрочем, еще несколько лет назад Холодов был активным пользователем. Оставлял записи на тематических оружейных форумах. У него был свой канал на видеохостинге YouTube, где он выкладывал видео с отдыха, смотрел видеоклипы. В его плейлисте «ДДТ. Кино. Король и шут». После поступления на инструкторскую должность, россиянин перестал вести активную жизнь в интернете. Но большинство инструкторов, а уж тем более рядовые морпехи, ведут страницы в соцсетях. А некоторые даже и целые видеоблоги, где рассказывают о буднях морской пехоты США. В чем же дело? Наш соотечественник дорожит личной жизнью или готовит себя к отбору в более серьезное ведомство, чем корпус морской пехоты? Смотрите далее. Морпехи в аду. Почему кандидаты в морские котики ломаются на последние недели обучения? Уникальные кадры тренировок американских морских пехотинцев. Это заманутие для организма, для механизма биологического, человеческого. И мозг сразу за них хватается. Сразу же хватается. Русская весна в Крыму. Кто из украинских военных вышел драться на кулаках с российскими десантниками? Когда их разоружили, они сказали, кто хочет, выходите. Неизвестные подробности крымской операции и секреты обучения морской пехоты США уже через несколько минут. Вы видите запись в официальном твиттере Центрального разведывательного управления США. Нет, это не взлом от русских хакеров. Не шутка, чтобы выставить американских разведчиков дураками. В конце сентября ЦРУ открыла вакансии для русскоязычных сотрудников и так креативно завлекает к себе новые кадры. Цитата из официального твиттера ЦРУ. Говорите по-русски? Вы гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь. Многие подняли разведуправление на смех. Дескать, правду говорить можно не только на русском языке. Однако ведомство уверяет, что все серьезно. Зарплата более 100 тысяч долларов в год. Полный соцпакет. Такое объявление лишний раз доказывает, что на Западе россияне и выходцы из стран бывшего СССР как никогда в цене. Москва. Чемпионат мира по боевому самбо среди спецподразделений по версии К-9. Вы видите поединок за чемпионский титул. Россиянин Заур Абдурагимов, сотрудник Федеральной службы охраны против американского морпеха Саймона Троса. Бой мечты. Сюжет для фильма. Однако давайте смотреть на поединок с профессиональной точки зрения. Бой не обещал быть легким для Абдурагимова. Трос – серьезный боец. За плечами подготовка в спецназе и участие в спецоперациях. Американец владеет несколькими боевыми искусствами. Стоит обратить внимание и на следующие условия финала. По обоюдному желанию двух спортсменов бой будет проходить по максимально жестким правилам, где разрешены удары головой и в стойки в партере, и удары в голову локтями и коленями в стойки в партере, а также добивание партнера на тотали. Гонг. Бой начался. Заур идет в атаку. Пару раз хлестко бьет американца. Но тут же трос валит оппонента, проводит серию ударов и делает болевой на руку. Кажется, что морпех выиграет, но Заур выходит из захвата. Вновь бойцы сходятся. Россиянин, что силы бросает соперника, после чего добивает морского пехотинца. Тот принимает кучу ударов. Кажется, что сейчас потеряет сознание, но нет. Держится до последнего. Судья останавливает бой. Технический нокаут. Победа Абдурагимова. Он помогает подняться тросу. Российский спецназовец выиграл, но интересно другое. Вы сами видели, как держался морской котик. Он принял чудовищную серию ударов. Не каждый боец ММА выдержит такое. В чем секрет морпеха? Только ли в физической подготовке? Как правило, все спецназовцы имеют волевую компоненту. Она всегда у них хорошо развита. Это творческие люди, которые четко, совершенно умеют управлять своей волевой компонентой, которая выстраивается. Вы видите тренировку кандидатов в морпехе США. Новобранцы должны проплыть под водой 100 метров. Еще на берегу некоторые понимают, что не пройдут задания, но соглашаются идти до последнего. На случай внештатных ситуаций есть инструкторы. Некоторые молодые люди под конец дистанции теряют силы и плывут уже, как говорится, на морально-волевых. Падают в обморок. И больше всего проблем возникает именно с отсутствием ресурсов, когда люди не умеют правильно выстроить систему использования своего ресурса и управления этим ресурсом. Когда человек может, думает, что он может, но не всегда четко и правильно понимает, что у него не осталось для этого физиологических, физических возможностей. Любой морпех США мечтает попасть в элиту. Сел, что мы и привыкли называть морскими котиками. Их история насчитывает более 70 лет. Они сформировались из группы боевых пловцов-подрывников. Например, в течение Второй мировой, да и позже тоже, они обезвреживали бомбы на морском флоте, прямо как животные, как настоящие морские котики. В наши дни эти парни выполняют самые сложные задачи. Разведка, диверсии, поисково-спасательные и контртеррористические операции. На слуху группа 6 и отряд «Дельта». Пробиться в лучшие из лучших ВМС практически невозможно. Бывший американский спецназовец Джеффри Форкер не понаслышке знает, как проходит отбор в морские котики, о чем рассказал нам в эксклюзивном интервью. Претендентов на то, чтобы поучаствовать в конкурсном отборе в «Дельту», строго отбирают. Из 100 солдат пройдут в лучшем случае 10. Но это только начало. Чтобы попасть в спецназ, придется обойти лучших из лучших и еще раз оказаться одним из 10. В котики берут до 28 лет. Вступительный тест по физической подготовке достаточно легок. Проплыть 500 ярдов, около 400 метров, за 12,5 минут. Подтянуться на перекладине 8 раз. Отжаться от пола 42 раза за 2 минуты. Выполнить приседания 50 раз за 2 минуты. Пробежать 2,5 километра за 11,5 минут. В сравнении, это норма ГТО, принятая в России для мужчин 18 и 29 лет. Однако не делайте поспешных выводов. Далее кандидата ждут 7 дней, которые он запомнит на всю жизнь. Где из морпеха будут ежедневно выбивать душу. Среди американских спецназовцев это называется «Адская неделя». Это неделя без сна. Ты постоянно в воде. Тебя заставляют делать упражнения. На тебя постоянно кричат инструкторы. Бег на 24 километра. Потом 3 километра вплавь по океану. Спарринг с действующим спецназовцем. И практически непроходимая полоса препятствий. Ничего не напоминает? Это сродни сдачи на краповый берет у российских спецназовцев. Впрочем, инструкторы ВМС пошли дальше физнагрузок для кандидатов. Они еще и откровенно издеваются над морпехами. Унижают. Откажись от испытания. Отдохни. Сломаться в этот момент особенно легко. Тут-то и уместно проявить волю. Это заманухи для организма, для механизма биологического человечества. И мозг сразу за них хватается. Эти опыты еще проводили нацисты в концлагерях. Это 21-летний Джеймс Дерек Лавлейс, кандидат в морские котики. Во время тренировочных занятий инструктор ВМС утопил его в бассейне. Трагедия произошла в Калифорнии. Сослуживцы парня сообщили, что Джеймс плохо плавал, однако старался не уступать другим кандидатам в спецназ. Свидетели утверждают, военный инструктор в очередной раз разозлился на Джеймса и окунул его головой в бассейн. Держал так несколько минут. Смерть признали насильственной, но инструктор не понес наказание. А некоторые из кандидатов в котики были так шокированы случившимся, что покинули тренировочную базу. Ты должен пройти отбор физический, эмоциональный, чтобы попасть в спецназ. И большинство уходит. Большинство говорят, с меня хватит, я ухожу. И все-таки, если морпех выжил в адскую неделю, его отправляют на основной курс подготовки. Он длится полгода. Здесь учат быть диверсантом. Боец осваивает новое оружие, технику. Как обязательный экзамен – выпить змеиной крови. На заданиях не исключены экстремальные ситуации. Придется выживать. Впрочем, наших десантников таким фокусом не удивишь. И это пришло к нам от них. От них это еще явно лейтенантом-разведчиком. Наш легендарный командующий это где-то, видимо, увидел и принес к нам. Мы отрывали голову змеям, ломали головы кирпичи, играли в регби. Если в американской армии эксперименты над своим телом и волей проходят под серьезным контролем, то у нас порой сама жизнь заставляет открывать новые возможности своего организма. Так случилось с генерал-майором ВДВ Владимиром Данильченко. Однажды, еще будучи капитаном, Данильченко решил поставить эксперимент по выживаемости в пустыне. Однако его отряд во время испытания столкнулся с непредвиденными трудностями. Как специально нас потеряли, питание у радиостанции Р-105 были, село. Но мы задачу выполнили. Ели все, что шевелится, все, что ползает, все, что летает. Вот, если не было воды, так на рассвете лизали камни, вот, потому что они становятся влажными, потеют. Вот этот каменный пот, так чуть-чуть полежешь, легче становится. Современные рядовые солдаты США, услышав этот рассказ, были бы в шоке. Американская армия избалована удобствами и больше походит на курорт. Сегодня большинство граждан США идут служить не ради защиты Родины, как это делают морские котики, а из-за денег, возможности получить высшее образование, за которое заплатит после службы государство. Когда боец определяет систему действия, своих действий на поле боя по прескуранту, его можно вычеркивать. В свое время мы брали пример с того, как готовят американского воина. Смотрели на них, но мы всегда были подготовлены, по большому счету, лучше. А сейчас, на мой взгляд, им уже нас не догнать. Конец 80-х. Участвовали французские, американские и наши десантники. Наши собрали парашюты и уже бегут в атаку, а у них сборщики парашюты там бегают, парашюты играют. А они эти мордовороты ходят и живут, вот тут огромные такие гамбургеры. Наверное, они бы тоже такой же легкой эти бы взяли, если бы у них было по-другому организована боевая подготовка. Крым. Март 2017 года. На полуострове проходят беспрецедентные учения воздушно-десантных войск. Задействованы сразу три соединения. Впервые в современной истории России участниками маневров стали 2500 десантников и 600 единиц техники. Дух захватывает, когда видишь, как в небе раскрываются сотни парашютов. В НАТО обеспокоены учениями. Североатлантический альянс негодует. Россия не предупредила о грядущем мероприятии. Любые военные учения России на территории оккупированного Крыма по международному праву незаконны, поскольку украинское правительство не давало своего согласия. Оккупированного. Это любительское видео. Суда. Лето 2017-го. В 10 утра на пляже не протолкнуться. Сейчас пройдет еще где-то около часу и будет еще намного больше людей. Не похоже на оккупацию. Туристов хоть отбавляй. Нет тебе военных патрулей с оружием, комендантского часа, запретов, как было бы при реальной оккупации. Мы проводим все эти учения в укреплении обороноспособности Российской Федерации. Крым – это территория Российской Федерации. И поэтому кто как на это реагирует, ну, это их проблемы. Крым же сделал свой выбор весной 2014-го и отказываться от России не собирается, как не собирается НАТО прекращать строительство оперативного центра в украинском Очакове, что в 150 километрах от Севастополя. Фактически речь идет о новой военно-морской базе США, которую будут использовать не только морские котики, но и украинский флот. Это просто использование американских возможностей, опыта и навыков для создания соответствующего военного объекта вооруженных сил Украины. Мировое военное сообщество восхищается операцией Российской Федерации в Крыму. Как все-таки наши спецы быстро и незамеченно оказались на Крымском полуострове? Какую роль в этом вопросе сыграла база Черноморского флота в Севастополе? Не дали возможность об этом где-то что-то вовремя сказать. Но все получилось вежливо, в конкретные сроки, и все хорошо. Наши войска спокойно пришли, заблокировали украинские воинские части, разобрались с отдельными диверсионными военными подразделениями украинской армии, которые пытались спровоцировать вот это столкновение. Мы нигде никаких, так сказать, столкновений, выходящих за рамки гарнизонов присутствия российских войск в Крыму, не устраивали. Решали только в рамках тех компетенций, которые были сформулированы и закреплены. На этом видео крымчане просят военнослужащих ВМС Украины перейти на сторону ополчения. Мы надеемся на то, что вы выполните свой дом и защитите нас от агрессивных заявлений фашистской, киевской власти. Большая часть соглашается на это, а около 80 морпехов продолжают держать условную оборону. Брошенные киевскими властями, они собираются с достоинством покинуть Крымский полуостров с оружием, знаменами. А это их командир Дмитрий Дилетицкий. В то время подполковник. Киев по итогу и сделает его козлом отпущения. Не дождавшись внятных приказов от новых киевских властей, Дилетицкий ведет себя как настоящий офицер и не сдает свою часть, чем вызывает уважение у российских военных. Феодосийский 501 батальон, который был укомплектован западноукраинцами и жителями Киева. Участвовал во всех натовских операциях и был националистически настроен. Вот его пришлось брать штурмом и отнимать у них оружие. По некоторым свидетельствам, после штурма наши десантники и украинские морпехи решили избежать кровопролития. Было предложено выявить сильнейших в кулачном бою, стенка на стенку. Никакого оружия, даже убрали штык-ножи. С обоих сторон вышли по 40 человек. Грянул бой. Уже через полчаса проигравшие морпехи вместе с Дилетицким сидели на гауптвахте, а через три дня покинули полуостров. Не только украинские морпехи показали характер, но и бойцы воздушно-десантных войск. Воспитанные в традициях родоначальника отечественных ВДВ Василия Маргелова, им не нужно было объяснять, что такое честь для советского десантника. Вы не ослышались. В тот момент на российских и украинских, своих и чужих, ВДВ не разделяли. «Десантник, он и в Крыму десантник». Вторая сторона согласилась уйти, но выдвинула вежливым людям свои требования. Вопрос решался на уровне Минобороны Российской Федерации. Они сказали, нет, мы без оружия не пойдем. Это как бы и Минобороны разрешил, его, когда это критиковали, разрешил им выйти, ну, не опозорившись, как бы, да, со знаменами и с оружием. Смотрите далее. Исламское государство могло появиться в Афганистане еще 30 лет назад. Но советские десантники не допустили этого. Эксклюзивные подробности крупномасштабной операции «Магистраль» и новые факты о подвиге легендарной 9-й роты, которая выстояла против нескольких сотен боевиков-спецназовцев. Такая горда 500 человек штатных подразделений «Командос». Как проверяли на прочность легендарную боевую машину десанта, наш приглашенный гость, генерал ВДВ, лично проехался на бронемашине по минному полю. Мы готовили сержанта для этой цели, но в день испытания он сказал, что я на это мероприятие не готов и не пойду. И малоизвестные факты спецоперации ВДВ уже через несколько минут. Не переключайтесь! Афганистан. Ноябрь 1987-го. В южном округе Хост правит так называемая афганская оппозиция. Местный лидер маджахедов, коренной житель тех мест Джалалудин Хакани заявляет, «Хост независим! Мы строим исламское государство!» О тех событиях рассказывает герой Советского Союза, генерал-полковник Валерий Востротин. В те годы он командир 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка. Провинция Хост на границе с Пакистаном, она вот все 10 лет была как кость в горле у правительства Афганистана, ну и, соответственно, у командования контингента. Ну и я лично туда, в должности командира полка уже 345-го, два раза десантировался с полком, проводили боевые операции, каком-то образом там наводили порядок, уничтожали. Руководство Афганистана и советское командование идут на переговоры с боевиками, но духи игнорируют парламентеров. Афганистан может окончательно потерять одну из областей. Решено начать совместную операцию «Магистраль», которая станет одной из самых крупномасштабных в истории афганской войны. Особую роль в ней сыграют воздушно-десантные войска СССР. Цель операции была не допустить прорыва пакистанцев для того, чтобы помочь афганским «Маджахедам». 103-я воздушно-десантная дивизия в составе всей дивизии и 345-го парашютно-десантного полка, я как раз вот поддерживал боевые действия 345-го парашютно-десантного полка, не допустить прорыва войск на границу с Афганистаном и захватить город Хост. Андрей Смирнов – один из участников той операции. После смерти своего друга, подполковника Юрия Калинина, назначен на его место. Командует 1179-м артиллерийским полком 103-й воздушно-десантной дивизии. «Магистраль» уже идет. Смирнов спешит в зону боевых действий, чтобы принять полк. Надо было быстро принимать решение, входить в эту обстановку и выполнять задачу во что бы то ни стало. И часть людей и офицеров я уже знал, потому что воздушные войска – это сплоченный, единый коллектив. Мы заканчиваем одни и те же училища, только на различных курсах. Город Хост находится в горах на границе с Пакистаном. С Кабулом и другими центральными районами Афганистана его связывает всего одна дорога – Гардес-Хост. Важнейшая точка здесь – перевал высотой более 3000 метров. Кто захватит его, тот и будет владеть дорогой. А значит и контролировать округ. На высоте маджахеды строят мощный укрепрайон. Им восхищаются западные журналисты. Неприступная крепость – о нее русские сломают себе зубы. 34 – это маленькая часть огромной операции военно-стратегической, а точнее, я бы сейчас сказал, военно-политической. То есть мы уже уходили, это было всем понятно. Решение было принято, об этом, может, мы и не знали, но решение было выводить. Для руководства Афганистана дело чести взять перевал. Генсек Михаил Горбачев колеблется. В его планах завершить войну и вывести войска. Однако не взять высоту нельзя. 13-тысячная группировка маджахедов в Хосте представляет реальную угрозу. Силовая операция неизбежна. Уходя, мы должны были почистить за собой какие-то хвости. К тому, что мы проиграли или не проиграли. Задача подразделений моего полка была поддержать огнем артиллерии взятие высоты 32-34. Ну, мы пока не знали, что это высота, допустим, 32-34. Это был оборонительный рубеж. Но вот она оказалась как раз высотой 32-34. Такой вот, о которой сегодня говорят. Ноябрьским утром 1987-го грузовые илы высаживают советских десантников на перевале. Но бойцы легкая мишень для головорезов. И еще в воздухе наших военнослужащих начинают расстреливать. Но не проходит и получаса, как по позиции маджахедов бьет наша артиллерия. По одной из версий на высоту десантировали комбинезоны с камнями и тряпьем. Стреляя по манекенам, духи раскрыли свои огневые точки. Самолеты-разведчики, сопровождавшие илы, передали координаты артиллеристам. И боги войны разнесли позиции боевиков. Победа! Следом высадился настоящий десант. Дорога к хосту взята под контроль. На господствующих высотах выставлено сторожевое охранение. Там все было в инженерном отношении подготовлено. Инженерное и заграждение, в виде минных полей, сигнальных полей. Все участки для простреления, система огня организованная, естественно. Маджахедов ждут и готовы дать отпор. Но наша разведка ошарашивает. Рядом с высотой замечены вертолеты без опознавательных знаков. Откуда у духов такая техника? Кто это? Мы выставили наблюдательный пост ПВО на соседнюю высоту. И обнаружили, что по ночам там идет массовая высадка десанта. Мы же это понимали, что вертолетами, кроме груза и людей, не выставить нельзя. А поняли они, когда пошли первые этапы, что это настоящая гражданная часть. Позже выяснится, что это были черные аисты. Диверсионный отряд афганских маджахедов. Их поддерживали и бойцы пакистанского спецназа. Такая горда 500 человек штатных подразделений командов. Какими там не были, а где-то там выводимые. Обстановка на высоте накаляется до предела. У десантников заканчиваются боеприпасы. Маджахеды не отступают, отвоевывая каждый метр. Черные аисты уже идут в полный рост. Они прорывались, они шли уже реально на смерть. И расстояние доходило даже близко, до 20 метров. У наших первые потери. Погиб пулеметчик, младший сержант Вячеслав Александров. Маджахеды пытались вывести из боя пулемет Александрова. Вячеслав приказывает своим бойцам отойти за позицию. Сам укрывается в каменной кладке и продолжает бой, прикрывая край обороны. Десантник не бросает оружие, отстреливается до последнего патрона и умирает от ран. Позже Вячеслава представят к званию Героя Советского Союза. Тем временем душманы идут в очередную атаку. 12-ю по счету. В отдельных местах расстояние между десантниками и маджахедами не больше 10-15 метров. Боекомплект на исходе. Комбат Сергей Ткачев принимает жесткое решение — вызвать огонь на себя. Но тут происходит чудо. Внезапно к нам пробились разведчики под командованием гвардии старшего лейтенанта Смирнова. И тогда уже в атаку пошли мы. Они принесли боеприпасы, медикаменты. Мы, соответственно, своим присутствием усилили группировку. Первое усиление было. И буквально тут же я понял, что нужно усиливать дальше. И я отправлял, что разведка полка. В итоге черные аисты потеряли не менее 400 человек. С нашей стороны погибли 6 военнослужащих и 12 были ранены. Бойцы ВДВ, отстоявшие высоту 32-34, были награждены государственными наградами. Я перед мамами, всеми погибших солдат на этой высоте, кроме Цветкова, я так, получается, с отцом встретился. Я со всеми разговаривал. Это мне приходилось рассказывать. Конечно, я же понимал, что они меня обвиняют, лично меня, как командира полка. Ну, трудно командира полка обвинять на таком уровне. Война есть война. Но мы сделали все, что могли. И потери, конечно, были минимальны. Афганская война позволила советской армии испытать в реальном бою новые виды вооружения. При этом в ходе конфликта выявились и недостатки, что подтолкнуло к очередным разработкам. Вы видите образец первого поколения боевой машины десанта. В СССР ее приняли на вооружение в конце 60-х годов. Именно на БМД-1 советские десантники входили в Афганистан. После нескольких перестрелок выяснилось, что техника не совсем подходит для ведения боя в горах. Решено было усовершенствовать боевую машину десанта. Так на свет появилась БМД-2. Мы-то не знаем, какова защищенность боевой машины хотя бы на противопехотном минном поле. На противотанковом-то мы знаем все, что против лома нет приема. А вот противопехотное минное поле является ли оно препятствием для БМД-2? БМД-2 поставили на шашку и подорвали. Трак остался цел. Теперь нужно испытывать технику на минном поле. Мы готовили сержанта для этой цели. Ну, в день испытания он сказал, что я на это мероприятие не готов и не пойду. Но кого еще готовить? Я всегда готов. Сел и поехал. Наш собеседник признается, что во время тех испытаний страха не было. Скорее был подъем. БМД-2 ехала по минам. Они разрывались по тракам, но машина продолжала движение. Задание командующего было выполнено. Впоследствии в Афганистане мы давили мины на БМД-2 противопехотные. Но, естественно, надо иметь достоверные знания инженерной разведки. Если это не смешанное мина поля, а противопехотных мин набросали, конечно, их давить надо и вперед. БМД-2 была принята на вооружение в 1985-м. И следующие 20 лет верой и правдой служила советским и российским войскам. Афганистан. Две чеченских кампании. Война в Южной Осетии. Грузинская армия вторгается в Южную Осетию. Наши миротворцы в Цхинвале погибают под снарядами грузинской артиллерии, но держат оборону, ожидая подкрепления. По тревоге подняты несколько тысяч десантников. Начинается переброска ВДВ в зону конфликта. В последний раз настолько масштабные действия для ВДВ были во время ввода войск в Афганистан в 1979-м. Мало кто знает, что в августе 2008-го решалась не только судьба Южной Осетии, но и самих воздушно-десантных войск. На тот момент стоял вопрос о расформировании ВДВ. Ну, конечно, как это ни печально, я могу сказать, что это не первая попытка. Была третья. Такие вопросы предполагались. Частично были решены переводом ВДВ в состав сухопутных войск в советское время. Потом была попытка при Ельцине, и есть указы соответствующие. Тогдашнему министру обороны Родионову не допустить этого. Собственно говоря, там было два локальных ТВД. Одно Южная Осетия, где началась война. И второе Абхазия, где началось наше наступление против грузинских войск по выдавливанию их с Кадорского ущелья. На второй день боёв ни Абхазия, ни Осетия уже не могли противостоять грузинской армии. Отдельным эпизодом, причём самым изначальным, стояла задача деблокирования Кадорского ущелья. Так как главной целью последних лет ставилось нагнетание обстановки в этом районе местности, направленное на срыв проведения Олимпийских игр в Сочи, чтобы представить мировому сообществу, что Россия не способна создать достойные условия безопасности будущим участникам и зрителям Олимпийских игр. Грузинские войска были прекрасно подготовлены к вторжению на территорию Осетии и Абхазии. Ближайших аэропортов и точек, где можно было бы разместить российскую регулярную армию, не было. Ударной группой выступили десантники, но и тут у армии Грузии было преимущество. Наши воздушно-десантные войска, хоть и были высоко мотивированы, но вооружение было устаревшим, часто отказывало, связи не было вообще, общались по сотым телефонам, засекреченной связи тоже не было. Просто повезло, что противник попался с ладой. Если противник был сильный, то потери были бы гораздо больше. Из российских десантников была сформирована сводная дивизия, которая совершила рейд на территорию Грузии, где захватила главную базу военно-морских сил в Поти, взорвала остатки флота и захватила аэродром в Синаке. Именно грузино-абхазский конфликт заставил вновь заговорить о мощи и силе ВДВ. Однако при этом острейшим образом встал вопрос о перевооружении и оснащении десанта новейшими образцами техники. Март 2012-го. Воронеж. Полным ходом идёт сборка бронемашины «Рысь». Она должна поступить на вооружение российской армии в ближайшее время. Техника годная, с якобы высоким уровнем защиты, но итальянская. Итальянская. Это же и века ЛМВ. С итальянцами подписан контракт на поставку более полутора тысяч машин. Как-то даже стыдно становится. Разве в России не хватает своих разработок? Хватает. Ну а что, если иностранец в бою действительно выше всяких похвал? Воспытания показали, что эта машина, скажем так, не соответствует тем классам защиты, которые нужны для общей войскового боя. Она не сохраняет жизни, скажем, экипажа и десанта, которые находятся на борту. Ещё одна проблема состояла в элементах защиты «Рыси», которые не являлись итальянского производства. Их выпускали в США и Франции. После введения санкций ни о какой модернизации речи уже не шло. Получается, что деньги на ветер. Что дальше? Поэтому в 2013 году закупки этих машин были прекращены. И больше на вооружение, скажем так, наших вооруженных сил она поступать не будет. В замену идёт другая машина, которая доказала, что она является именно той машиной, той БТР, бронеавтомобилем, который нужен войскам. Это бронетранспортер «Тигр». Опустим технические характеристики «Тигра», а лучше посмотрим эти видео. Бронетранспортеры соответствуют шестому классу защиты. То есть можно защищать от всех видов стрелкового оружия и надёжно защищать от осколочного оружия. Помимо этого, на автомобиле предусмотрена серьёзная противоминная защита. Впечатляет, но кто может конкурировать с «Тигром» на Западе? Пожалуй, только «Хамви». На нём ездят морпехи США. Впрочем, после сирийской кампании чаша весов перевесит. И далеко не в пользу американской бронемашины. И, кстати, впечатлили сирийцев. Они видели другие машины, там всякие «Хамви», «Тончанки», вот эти «Тойоты» с пулемётом. А тут приехал такой броневик, который внушал доверие. Мало того, некоторые подразделения сирийской армии получили тоже вот эти машины и испытали её в реальных боевых действиях. И то, что было у нас на госприёмке этой машины, подтвердилось реальными боевыми действиями, что машина надёжна. Она является той самой боевой единицей, которая востребована. Ноябрь 2017-го. Арабские СМИ сообщают, что США поставило в Северную Сирию 100 бронированных автомобилей «Хамви» для оппозиции из сирийских демократических сил. Трамп не держит слова и всё-таки поддерживает террористов. Или это выходка ЦРУ, которая и вынудила президента поставить разведчиков на место силами морских котиков? А может, правительство США банально избавляются от барахла? Ведь «Хамви» не выдерживают критики. У авто плохая проходимость. Это стало ясно в Афганистане, Ираке. Застревает в песках. Хотя ещё летом 2016-го военные заключили контракт на поставку 1600 военных внедорожников в Афганистан. Лето 2017-го. Минобороны Российской Федерации сообщает, что идут разработки новейшей боевой экипировки для солдата будущего «Ратник-3». Обратите внимание на опытный образец. Это что-то из фильмов про «Хищника» или «Звёздных войн». Настоящая фантастика. Все движения усиливаются. Ему будет просто проще поднимать груз, там, масса и 100 килограмм, который он сейчас не сможет поднять руками своими. Он сможет быстрее перемещаться по полю боя, делать прыжки длиннее. Ни разу ни на дних учениях мне не приходилось стоять и краснеть за качество того оружия, той техники, которая есть на вооружении и десантных войск, и сухопутных войск. А это учение десантников в Пскове. Видео размещено на англоязычном портале. В действии первое поколение «Ратника». Экипировка выше всяких похвал. Она, как, впрочем, и действия наших военнослужащих, вызывает восторг у иностранных зрителей, а у отдельных комментаторов и злую зависть. Это очень интересно. Похоже, экипировка им не сильно мешает, потому что они передвигаются довольно быстро. Возможно, дело в физических качествах. Неудивительно, что российские десантники не уступают военнослужащим США. Современная боевая экипировка России — ватник. Они морпехов США сделают за три минуты. России нужен иностранный легион. Многие военные ветераны стран НАТО присоединятся к нему, потому что видят, что происходит в мире на самом деле. Сам комплект можно поделить на пять, скажем так, блоков, из которых он стоит. Это блок защиты, это блок связи, это блок вооружения, это блок обеспечения жизнедеятельности и блок энергоснабжения. Вот эти вот комбинации этих блоков позволяют, скажем так, этот комплект делать таким многофункциональным. В первую очередь «Ратник» обладает уникальной системой защиты, включающей шесть степеней, от облегчённой для большей манёвренности до тяжёлой, способной сдержать прямое попадание бронебойного выстрела и осколков. Отдельным элементом экипировки является шлем. Боец может получать различные сведения, как посредством спутниковой связи, так и посредством защищённой связи. При этом эта связь защищённа так, что комплексы противодействия связи противника в принципе слабо могут на неё воздействовать. Командёр чётко знает, где находятся его бойцы, может распределять между ними боевые задачи. При помощи встроенной антенны солдат способен не просто оперативно получать сведения о местонахождении той или иной цели, но и сам координировать работу других подразделений. Этот элемент был отработан во время боевых действий в Сирии. Наши силы специальных подразделений плотно работали с беспилотниками и группами разведки. Помимо этого, уникальный шлем оборудован тепловизором и инфракрасным датчиком. Это позволяет вести бой в ночное время, распознавать замаскированного врага. То есть это цели, которые, например, скрыты снегом, цели, которые сложно обнаружить во время, например, выпадения осадков, во время дождя, во время снегопада. Он эти цели видит. Во время песчаной бури он может это увидеть. А противник, например, такими средствами не обладает. Костюм оснащён системой подогрева или охлаждения. Это позволяет, например, стрелку долгое время оставаться в неподвижном положении, не испытывая дискомфорта. Такой комплексной боевой системы сейчас нет ни в одной армии мира. В западных армиях говорят обратное, и, увы, их экипировка проигрывает. В чём можно убедиться на примере учений морских котиков весной 2017-го в Норвегии, поближе к границам России. Первые два часа всё шло хорошо, но потом стали подводить костюмы. Оказалось, они не выдерживают морозы ниже 40 градусов. 200 спецназовцев банально замёрзли. Они плохо изучают историю войн, военного искусства. Первое, что я скажу, надо было вспоминать суровые годы войны. 41-й год особенно, когда сильнейшие морозы были. А второй вопрос, они тоже получают опыт, и этот печальный опыт для них, который был, наверное, тоже скажется, и мы его учитываем. Поэтому тема применения войск в крайних условиях, крайне низких температур, она как для них актуальна, на Мирославии, так и мы. Смотрите далее. Конфликт в Югославии, мир на грани Третьей мировой войны. Как 200 российских десантников остановили армию НАТО? Это делалось в строгом секрете от всех. А же наше и политическое, и военное руководство в основном не знало подготовки проведения операции. Откровение бывшего американского спецназовца. Почему американские военные не уступают вселероссийским военнослужащим, но все равно уступят в противостоянии? Поразительно отсутствие такой твердости в армии. Даже в западной армии недостаток стойкости. Советские морские котики. Десантники-водолазы подвергались огромному риску. Как офицер ВДВ испытывал на себе дыхательный мешок и едва не погиб. Через какое-то время смотрю передо мной, солнышко прямо в глаза светит. Я думаю, как же это могло получиться? А оказывается, я получил отравление углекислотой под водой. Подвиги российских десантников и взгляд на спецназ из-за океана. После рекламы. Январь. 1999 год. Югославия. Продолжается гражданская война. Ее двигатель – межэтнические конфликты. В селе Рачак происходит столкновение между югославской полицией и албанскими сепаратистами. Убиты 45 человек. Вы видите последствия тех боев. Эти кадры потом растиражируют все западные СМИ. Журналисты и политики обвинят Югославию в геноциде албанцев. У Североатлантического альянса появился повод вторгнуться в Югославию. Для чего НАТО вмешалось в этот конфликт? Какие интересы преследовал Запад? И вот в Югославии они просто делали корректуры, чтобы обязательно пролилась кровь. Чтобы народы через кровь надолго, если не навсегда разошлись, враждовали между собой. Вот когда враждуют, все воюют, дерутся, американцы всегда на высоте. И вот в Сирии мы то же самое наблюдаем. Сценарий, по которому уничтожалась братская славянская страна, напоминает события наших дней, которые сегодня происходят в разных точках мира, где США хочет упрочить свое влияние. Ирак, Ливия, Сирия. Еще в 1985 году командование НАТО поставило четырем генералам представить план операции по разрушению Социалистической Федеративной Республики Югославия. Она не вписывалась в процесс объединения Европы, в будущий Евросоюз. И поэтому была поставлена задача по дестабилизации и по следующему разрушению. Уже 12 июня НАТО собирается ввести войска в Косово. Российская Федерация выступает на стороне Югославии и также желает видеть своих миротворцев в зоне конфликта. Но западным партнерам это не нужно. Максимум один российский батальон на американский сектор присутствия. Док Фогольсон, мой партнер на переговорах, религиозный американский генерал, он удивлялся, когда мы отказывались. Он говорит, мы же предлагаем то, что вы хотите. Мы говорим, а что вам хотим? Вы не хотите подчиняться НАТО. А здесь вы будете подчиняться, ваш батальон будет только американскому генералу. И они думали, что мы это воспримем за счастье. Пойти на поводу Запада унизит страну в глазах всего мира. Тогда и было решено параллельно с НАТО вводить российский контингент в Косово. Первоочередная задача занять единственный косовский аэропорт Слатина. Его натовские войска собирались использовать для переброски сил. Это делалось в строгом секрете от всех. А же наше и политическое, и военное руководство в основном не знало подготовки проведения операции. Было принято решение тылы оставить на аэродроме полевом, а в состав группировки включить только заправщики, однотипное колесное, вот потому что мы технику только на БТР-80, чтобы обеспечить большие марши на скорости. Из Боснии в Косово выдвигается механизированная колонна и отряд из 200 российских десантников, входивших в международный миротворческий контингент. Именно эти парни перепишут историю и заставят Запад вновь уважать русских. Утром выехали, вот мы уже вечером подъехали в Белград, увидели все это там, что же творится, все эти разрушения и все остальное. Ну и встречи с этих людей, которые там с цветами со всем встречали. Я такое видел, наверное, как во время войны, когда танки едут, и там все-таки, да. Вы понимаете, настолько вот наши командиры, будем говорить, вот и мои офицеры, и разведчики наши, ну, разыграли вот этот сценарий, спланировали операцию, что мы 6 часов идем по территории Союзной Республики Югославии, а бригада наша стояла в Боснии-Герцеговении, вот, в Республике Сербска. Вот, это совсем другое уже государство было. И мы 6 часов идем, они не подозревают. Косово, аэропорт Слатина, наши дни. Как видите, здесь до сих пор сохранились надписи, оставленные нашими десантниками. В 7 утра 12 июня 1999 года наши миротворцы заняли аэропорт, о чем сразу же стало известно генералам НАТО. Через 4 часа прибыли первые НАТОвцы. Их возглавлял генерал Майкл Джексон. Потом мы наблюдали, что вокруг аэродрома эти вертолеты, транспорты, возили и хаммеры на жестком, то есть вокруг аэродрома все это садилось. Ну, мы русские, мы пришли, там ничего страшного нет. Аэродром красивый, жить, езди. И каждый, где распределился, все, естественно, было взято под охрану. НАТОвцы оказались не робкого десятка и постарались пройти на территорию аэропорта, на что десантники вежливо отказали. А для самых настырных подготовили железобетонный аргумент. Наши ребята молодцы. Стояли, разговаривали с ними. Ну, если не свысока, то на равных. Когда этот английский сержант говорит, мне приказано вот, так, так, вот прибыть, вот там позицию занять, наш. Значит, а мне приказано тебя не пускать сюда. Однако в те минуты напряжение между двумя армиями достигло своего пика. Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк приказал британскому генералу Майклу Джексону разбомбить аэродром и раздавить русских. На что британец произнес фразу, ставшую классикой, «Я не собираюсь развязывать Третью мировую войну». И пока руководители государств решали проблему на самом высшем уровне, русские десантники разбирались с натовцами с помощью «зеленого змея». И такие способы были, чтобы, ну, скажем, любопытные или прибывали туда со спецслужб, скажем, люди, которые под различным предлогом прибывали в нашу даже оперативную группу, вот, под руководством наших больших генералов, там было там посмотреть, выведать, разобраться, потому что мы туда никого не пускали. И когда они прибывали, и иногда нужно было их как-то нейтрализовать, тогда, как говорится, устраивали застолья, и... Ну, это и здравомышленный генерал, что если бы там начали бомбить, я не знаю. После продолжительных переговоров в Косово был введен дополнительный контингент миротворцев, а российские десантники оставались на территории до 2003 года. До этого момента российские военнослужащие и американские солдаты работали совместно. А что-то помочь сербам там восстановить мосты. Американцы возятся, возятся, потом приходят и уговаривают нас, чтобы наши ребята поставили. Точно так же по разминированию. Американцы какие-то комиссии приезжают, приезжают к этой мине, там ездят несколько суток. Наши два человека поехали, разминировали, взорвали еще. Вот. Однако важнейший фактор, который присущ всем спецподразделениям мира, это сила духа. Именно на нее делают ставку при подготовке голубых беретов. И именно этот фактор делает десантников лучшими. На учения они выехали и спрыгнул механик-водитель с самоходки и ногу подвернул. Командир полка приходит в медсанбат. Он плачет, сержант-контрактник плачет. То есть он говорит, я руками на педали нажимать буду, только не убирайте меня из боевой машины. Я ребят подведу. Вот это вот я ребят подведу, понимаете. Оно главнее, чем ему больно. Вот это и есть русский солдат, его главная десантная суть. С этим же согласен и наш американский собеседник, бывший спецназовец Джеффри Форкер. Одно из различий культуры армии США и России – это упорство, психическая и эмоциональная твердость. Если вы ввязываетесь во что-то, вы идете до конца. Это ваша военная и национальная культура. Кто в свое время мог сравниться с нашими десантниками, так это – вьетнамские партизаны. Звучит странно, но именно эти парни считаются одними из лучших диверсантов 20 века. Уже не секрет, что во время этого конфликта специалисты из СССР работали с военнослужащими Северного Вьетнама. А некоторые вьетнамцы даже потом служили в Рязанском воздушно-десантном училище. Нам было чему поучиться друг у друга. Вьетнамская война нас очень здорово научила наш спецназ, все, кто там. Были советники, которые работали в этой ситуации, видели, как работают вьетнамцы, ну, шляпу снимать перед ними. Во-первых, трудолюбиво. Тут нет границы, когда начинать, когда заканчивать. Нет этого. Надо делать – делаем. Пока делаем, живем, двигаемся, все, там, все связано с этими вещами. То есть там какого-то ожидания, какого-то сонного состояния нет. 1968 год. Южный Вьетнам. Хюэ. Третий по численности город страны. Для властей дело чести выбить отсюда северо-вьетнамскую армию. В этом им помогают морпехи США. Задача – взять местную цитадель. Эта крепость множеством ходов и потаенных мест. Что на руку солдатам северного Вьетнама. Они выскакивают из-под земли, застают противника врасплох. Осада крепости для морской пехоты затягивается на 12 дней. Потери личного состава – около 200 человек. У противника в разы больше – около 5000 солдат. В качестве трофеев многие американские морпехи берут с поля боя автоматы Калашникова, которые стояли на вооружении вьетнамцев. Русские АК-47 и АК-74 – это отличное оружие. Даже получше наших винтовок будет. Джеффри служил в спецназе в 80-е и 90-е годы. Во время подготовки учился стрелять не только из штатной М-16. Инструкторы заставляли работать и с оружием потенциального противника. Нас обучали пользоваться советским вооружением – гранатометами, АК-74 и тому подобное. То же делали и ваши солдаты с нашим оружием. Все это на случай захвата оружия противника. Перед вами совместные учения водолазов-разведчиков ВДВ России и сил специальных операций белорусской армии. Военнослужащие оттачивают мастерство на базе Рязанского воздушно-десантного училища. Десантники отрабатывают навыки подводного рукопашного боя на глубине 20 метров. Во время учений применяется новейшее водолазное снаряжение замкнутого цикла дыхания – АМФОРа. Оно позволяет водолазу несколько часов к ряду незаметно перемещаться под водой. Да, о таком ноу-хау советские десантники могли только мечтать. Хотя и при той материально-технической базе не уступали морским котикам, в процессе службы иногда попадая в опасные ситуации. Риск немалый. Задания такие, что после них можно и не вернуться домой. Отступающий противник, зная, что придется преодолевать водные преграды, потому что мосты, безусловно, при отступлении подрываются, и ориентировочно всегда противник знает, в каких местах будут строительства мостов, в каких местах будет подготавливаться паромная переправа, и нужно провести разведку. Задача водолаза — обследовать места, где, например, будут вбивать свай, найти мину, исключить подрыв. С другой стороны, такой боец используется в диверсионных операциях и действует прямо противоположно. Минирует определенные места под водой. В свое время генерал-майор ВДВ Владимир Данильченко был командиром саперно-водолазного взвода. Специально для нас он рассказал, чем пользовались для дыхания под водой советские десантники-водолазы. Аппарат тогда был и ПСА, так называемый, изолирующий подводно-сухопутный аппарат. В этом аппарате устройство, ну, сейчас для меня уже, я так думаю, довольно простое, хотя оно и сложное, дыхательный мешок. Перед использованием нужно проверить химический поглотитель. Такого прибора в тот момент в саперно-водолазном взводе Данильченко не было. Однако допускалась проверка на глаз. Если порошок не желтого, а белого цвета, то можно засыпать его и работать. Как я такой заводной мужик, то я не позволил никому попробовать первому, а думаю, раз уж я командир взвода, я и попробую. Владимир Данильченко вошел в воду, стал погружаться. Признается, что в тот момент чувствовал себя очень легко и хорошо. Правда, это продолжалось недолго. И через какое-то время, смотрю передо мной, солнышко прямо в глаза светит. Я думаю, как же это могло получиться? А оказывается, я получил отравление углекислотой под водой. Смотрите далее. Что объединяет российских десантников и космонавтов? В чем уникальность подготовки ВДВ? Вот вопросы попадания их, когда они отработают варианты нештатных ситуаций попадания в воду, попадания в лес, в пустыню. Вот они все эти вещи отрабатывают. Крылья для ВДВ. Новая парашютная система «Арбалет» позволяет десантироваться откуда угодно. Она может быть использована из различных летательных аппаратов, которые не оборудованы для парашютного десантирования личного состава. Мы можем залезть в любой вертолет, самолет и выпрыгнуть из него. Собаки российских десантников не только ищут мины, но и могут прыгать с парашютом. Есть разработки, некоторые подразделения действительно прыгают с собаками. Секреты обучения российских ВДВ через несколько минут. Рязань. Съемочная группа РЕН-ТВ вновь в Рязанском высшем воздушно-десантном училище. Место для настоящих мужчин. Не каждый попадет в это учебное заведение. Отбор здесь не хуже, чем в «Морские котики». У нас есть 64 упражнения. В каждом упражнении есть максимальный уровень. Это 100 баллов. У нас индивидуальная особенность у каждого организма. И к нам приходят бойцы разные. Кто-то лучше, кто-то хуже. Они со временем сравниваются. Сегодня Рязанское училище, как и все десантные войска, это и место, где испытываются новейшие образцы российского военно-промышленного комплекса. Сегодня в специальном комплексе Рязанского училища обучают прыжкам с парашютной системой «Арбалет». Людские парашютные системы, такие как Д-10, Д-6, они абсолютно неуправляемые. Они летят по направлению ветра. И очень большие условия зависят от погодных условий. А парашютная система специального значения на примере, как «Арбалет-2», он абсолютно управляемый. Сегодня «Арбалет» активно применяется десантом и разведгруппами. В боевой обстановке он дает колоссальное преимущество. Она может быть использована из различных летательных аппаратов, которые не оборудованы для парашютного десантирования личного состава. То есть мы можем залезть в любой вертолёт, самолёт и выпрыгнуть из него. Система уникальна. Она позволяет совершать как прыжки с больших высот с длительной задержкой в раскрытии основного парашюта, так и с планированием на дальность полёта. Кроме того, «Арбалет-1» может применяться в сильный ветер, планировать на большую дальность до 50 километров. Десантник во время прыжка испытывает стрессовое состояние, и вся его деятельность происходит в экстремальных ситуациях, что уже в свою очередь является отвлекающим фактором. Это может привести к срыву десантника в беспорядочное падение. В беспорядочном падении он не может стабильно и безопасно раскрыть парашютную систему. Для этого мы используем тренажёр, который максимально повторяет условия свободного падения. Подобный тренажёр имитирует и погодные условия, а также экстремальные условия. Например, позволяет отработать действия, когда не раскрылся основной парашют. Обязательное условие обучения – самостоятельная укладка спускового агрегата. Когда укладываешь сам, вселяет в тебя уверенность то, что парашют вложен правильно. Каждый этап укладки парашюта проверяет инструктор или ответственное лицо, начальник ВДС, который обязан проверять каждый этап укладки. И после проведения вот этой укладки, тот парашютист, который вложил этот парашют, он вселяет к нему уверенность, что он раскроется нормально. Сегодня одно из требований к подготовке десантника – это умение лично укладывать парашют. В этом ещё одно кардинальное отличие от американских морских котиков. Там систему для прыжков укладывает машина. Значит, парашют укладывается попарно, всё равно система какая. То есть укладываем вдвоём. То есть вдвоём укладываем сначала мою парашютную систему и основную, запасную, а потом моему товарищу. То есть это как бы вот и получается, что отвечает за укладку, естественно, непосредственно тот, чей это парашют, вернее, чья это парашютная система. Вот. Ну, помогает в укладке напарник. Поэтому это идёт как раз вот спайка, да, то есть доверие своему товарищу. К мастерству владения парашютом голубыми беретами стараются приблизиться многие спецвойска армии мира. Получается не всегда. Особой боевой единицей в войсках специальных назначений всегда были снайперы. Недаром ВДВ любит поговорку, которая гласит, что снайпер может заменить взвод солдат. Подготовка такого специалиста — это сложный и кропотливый процесс. Полный курс длится три года. За это время боец изучает основные военные дисциплины, направленные на инженерную подготовку, минно-взрывное дело, тактику. Максимальная эффективность достигается, когда снайперы работают парой. Если в среднем пехотинец тратит на поражение одного противника около 200 патронов, то для снайпера это один точный выстрел. Неудивительно, что подобный воин — мощнейшая боевая единица. Зачастую снайпер не производит ни выстрела со своей позиции, но корректируя огонь артиллерии и наблюдая за передвижением противника, он выполняет более важную задачу, чем, например, уничтожить одного или двух бойцов. Одновременно с десантниками службу в Псковской дивизии проходят и другие особенные военнослужащие, а именно служебные собаки. Из четвероногих питомцев составлен целый взвод. Их подготовке всегда уделялось внимание ничуть не меньше, чем людям. Григорий Семчук уже более 20 лет готовит собак для боевых действий. Я считаю, еще раз повторюсь, что нюх собаки нос никогда, как ретикника, не заменит. В лесной районе собака, обычная собака, может почуять постороннего, даже пусть будет он одет солдатом, хоть там на расстоянии 100-150 метров, понимаете, да? После того, как собака овладела базовыми навыками, начинается специальная дрессировка. В кинологическом центре подготовка животных ведется по нескольким направлениям. Поиск мин и взрывчатых веществ, патрулирование, охрана блокпостов, задержание преступников. И не зря мы собак приучаем их к выстрелам и проще. Допустим, мне три собаки, там, как говорится, в разделении, для них выстрелы в автоматную очередь, это уже практически команда. Команда на задержание. Активная работа у собаки начинается в полтора года и продолжается в среднем 9 лет. Сегодня многие армии мира используют собак на службе. В частности, морские котики применяют собак для охраны своих блокпостов и предотвращению атак смертников. Однако в русском десанте даже собаки обязаны показывать запредельную храбрость. Есть разработки, некоторые подразделения спецподразделения действительно прыгают с собаками. Я считаю, это нормально, а было поставлено на задачу, мы его выполним. Это однозначно. Если бойцы прыжки совершают, почему бы и не совершить прыжок с собакой. Псков. Сентябрь 2017 года. Учение ВДВ. По сценарию подразделения Псковского соединения ВДВ вступили в бой с условными нарушителями государственной границы. Были отработаны системы взаимодействия между подразделениями и испытаны образцы новой техники. Ульминацией учений стало массовое десантирование. Более 500 солдат провели высадку вместе с техникой. Условие было десантироваться на ограниченную площадку и сразу же вступить в бой. Я же очень переживал, почему, когда идут одиночные прыжки. Да, и большой самолет, и большие скорости. Личный состав покидал борт самолета. 350 километров в час. Большой самолет. 350 километров в час. Самолеты шли на интервала 30 секунд друг от друга. Я же вам говорю, то есть, вы видели, что все 6 бортов, 300 человек были в воздухе. 300 одновременно. На площадке в 12 протяженностью 5 километров. И от действия каждого, действия каждого, они зависят от жизни товарищей в воздухе. Однако бывает так, что десантироваться приходится не только с воздуха, но и морским путем. Это учение британских десантников. А это уже высадка десанта армии НАТО. Как видите, тяжелые машины увязли в песке, что в боевой обстановке означало бы срыв операции и человеческие жертвы. С момента реформирования ВДВ одним из важных условий было пополнение войск, усовершенствованной боевой машиной, которая бы отвечала всем требованиям современной войны. Особое внимание военных и экспертов на учениях «Запад-2017» было приковано к боевой обновленной версии БМД. Машина получила высокие отзывы как военных специалистов, так и самих десантников. Облегченный корпус из алюминия делает машину более маневренной, чем предшественники. А специальные элементы защищают как экипаж, так и агрегаты автомобиля от осколков. Машина, кроме стандартных 130-мм пушек, имеет на вооружении 4 противотанковые управляемые ракеты. Но, скажем так, комплект получил новую систему управления огнем. Это система наведения. Позволяет машине вести, скажем, стрельбу по противнику в любых погодных условиях, днем и ночью. А это одна из попыток десантировать технику армии США. Как мы видим, не очень удачная. Совсем не удачная. Сегодня в Сирии армии США и морскими котиками применяются самые современные средства ведения войны. Однако, как показывает практика, не всегда ставка только на технические средства оказывается правильной. Есть боевые задачи, в которых техника перестает быть эффективной. Например, в условиях городского боя. Когда, например, все проулки, улочки завалены там щебнем, фрагментами зданий, там особо на этой технике не поедешь. Особенно это ярко проявилось при штурме Масула. Операцию осуществляло спецподразделение Иракской армии, которое готовил к бою американский спецназ. Итог штурма провальный. Уничтожена колонна техники. Смотрите далее. Трамп увольняет из армии трансгендеров. Готовы ли такие военные примкнуть к ЛГБТ-батальону сирийской оппозиции? Станут ли войска НАТО розовыми? Нам нужно, чтобы побольше было гомосексуалистов в Европейской армии. И женщины, гинекологи ими руководили. Что делали морпехи США в тылу игиловцев? Почему американцы вместо того, чтобы воевать с террористами, спасают их? Ничего они сами-то воевать, во-первых, не любят. Надо чужими руками. А во-вторых, те наемники, которые воюют, давно мы знаем, какие саудиты, вояки. Женщины в десанте. У многих подобные кадры вызывают умиление или скептическую улыбку. Однако подобное уже давно стало привычным. Представительницы слабого пола и парашют уложат, и автомат разберут. На экране видеоурок по самообороне. Милая женщина доступно объясняет, как в баре можно отбиться от хулиганов. Инструктор прекрасно владеет навыками самообороны, потому что это не просто женщина, а бывший спецназовец. А в прошлом мужчина, сделавший операцию по смене пола, Крис Бек. Он отслужил в корпусе морской пехоты более 20 лет. Сегодня «Леди Бек», как ее называют, стоит на защите интересов таких же, как и он, солдат-трансгендеров. Весной 2017 года Дональд Трамп подписал закон, который запрещает гражданам США, желающим сменить пол, служить в американской армии. Также власти отказали в медицинском обслуживании военным транссексуалам. В Белом доме пришли к выводу, что достаточно тратить казенные деньги на тех, кто за счет армейской медицинской страховки хочет покрыть расходы на операции по смене пола. Решение Трампа вызвало скандал в обществе, ведь на сегодня в армии США служат около 13 тысяч трансгендеров. Немецкая армия руководит гинеколог госпожа Усула Дорлянина. В армии у них 17-18 тысяч гомосексуалистов, там около 10%. Если воевать не будут, они сразу сдадутся. А гинеколог, я думаю, Маннштейн, Гальдер и Гудерян раза три уже перевезнулись в гробу, потому что никакой нам компенсации не надо. Нам нужно, чтобы побольше было гомосексуалистов в европейской армии, и женщины, гинекологи ими руководили. Но Пентагон умнее Трампа. Военное ведомство добилось снятия запрета на службу трансгендеров. Ведь понимает, во что может вылиться увольнение тысяч не от мира сего военнослужащих. Обиженные своей страной, они найдут работу у потенциальных противников. Министерство обороны и вооруженные силы должны воспользоваться всеми возможными талантами, чтобы доказать, мы в настоящее время лучшие боевые силы в мире, которые когда-либо знал. Американских талантов, например, ждут в Сирии. Это воюющие на стороне курдов анархисты. Их новое детище — ЛГБТ-батальон. Создан он для поддержки лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией и, конечно же, для борьбы с исламским государством. Ну, хоть кто-то из финансируемых Америкой сомнительных оппозиционных движений Сирии пытается противостоять ИГИЛ. Армия США делает это все неохотнее. И более того, есть подозрение, что американские морпехи помогают боевикам. Вы видите аэрофотоснимки позиций боевиков ИГИЛ в окрестностях сирийского города Дейр-Эс-Зора. Съемка шла в сентябре 2017-го. Рядом с опорными пунктами террористов можно видеть военную технику спецназа США. Однако следов боев на территории не обнаруживается. У Минобороны России есть свои мысли по этому поводу. Американский спецназ обеспечивает беспрепятственное движение через боевые порядки ИГИЛ подконтрольных США отрядов сирийских демократических сил СДС. Не встречая сопротивления, СДС движутся по левому берегу Ефрата к Дейр-Эс-Зору. Несмотря на то, что подразделения армии США находятся в зоне контролируемой ИГИЛ, боевое охранение у них отсутствует. Это может говорить только о том, что американский спецназ чувствует себя у боевиков в полной безопасности. На Западе скажут, русская пропаганда вновь очерняет Америку и ее элитные войска. Но что скептики возразят на это? Перед вами сенсационное видео британского BBC. Журналисты опубликовали его в ноябре. Британские СМИ провели расследование и выяснили, что американские военнослужащие эвакуировали из сирийской Ракки почти 4 тысячи боевиков. Они были задержаны сирийскими демократическими силами. 3,5 тысячи человек представились мирными жителями. Ими и оказались. Они менее 300 – потенциальные боевики ИГИЛ. Их проверяют. Ничего, они сами-то воевать, во-первых, не любят, надо чужими руками. А во-вторых, те наемники, которые воюют, ну мы знаем, какие саутицы-вояки из других стран. Вот то, что сегодня происходит, ну это понятно уже всем боевикам, кто по найму приехал, кто по убеждениям там воевать, что все, ИГИЛ, как и другие там, эти же Хатан-Нусра там и прочее, все, они заканчиваются. И надо спасать свою школу. Американцы за них воевать не пойдут. Поэтому этот процесс уже не обратили. Вы знаете, у нас через средства массовой информации, потом через некие общения людей частенько американцев показывают не очень далекими, глупыми, толстыми и так далее. На самом деле я могу многих обидеть и сказать, что это не так. Это очень продуманные, очень грамотные и очень циничные ребята. Они знают, что нужно делать и как нужно добиться. Меньше всего Россия хочет воевать. Сегодняшняя кампания в Сирии вынужденная мера. Ее главная задача остановить международный терроризм. Мускулами уже нет смысла играть. Весь мир и так знает, чьи армии самые лучшие. Россия и США. Что стоит двум сверхдержавам, пусть хотя бы на время оставить личные амбиции, не вести двойных игр, а выступить единым фронтом против общего врага? У нас есть общий враг, исламский экстремизм. Есть другие угрозы, они проявятся в ближайшем будущем. Армии России и США могут наладить более плотное сотрудничество по вопросу урегулирования этих проблем, так как они уже не за горами. И тогда, наверное, не придется выяснять, кто сильнее в бою. Российские десантники или морские котики ВМС США? Ну, разве что во время дружеских соревнований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...